Всем привет! В последние годы ставка компании Sony была сделана на выпуск дорогих и производительных моделей. И она оказала определенное положительное влияние на деятельность данной корпорации. С каждым годом мы видим, что многочисленные фанаты, а также простые пользователи, обращают свое внимание именно на флагманы от данной компании. Мало того, перспективный смартфон Sony Xperia Mark IV уже доступен для заказа. Дело в том, что официальная страничка компании Sony на площадке gd.com представила данный смартфон, который стал доступен сразу для предварительного заказа. Однозначно, это флагман с небольшим экраном. Диагональю всего 6,1 дюйма и шириной корпуса всего 67 мм. Если сравнивать с другими производителями, это меньше, чем у Xiaomi Mi 12s и Samsung Galaxy S22. Итак, основные фишки смартфона Sony Xperia 5 Mark IV. Это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Миниатюрный экран OLED HDR. Огромная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Тройная основная 12-мегапиксельная камера. Защита IP68, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Android 13 из коробки. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Sony Xperia 5 Mark IV оснащен очень большим аккумулятором. Емкостью целых 5000 мАч. Также смартфон получил 30-ваттную проводную, а также беспроводную зарядку, но неизвестной мощности. Ну, по крайней мере, сейчас. За 30 минут можно зарядить аппарат на 50%. За час с копейками мы получим результат в 100% заряда. Вы можете подумать, что это не сильно хороший результат. Но стоит упомянуть, что при этом гаджет весит всего 172 грамма, как iPhone 14. Sony Xperia 5 Mark IV использует отличный экран OLED HDR на 6,1 дюйма, как я говорил ранее. Основной плюс технологии экрана это, конечно же, глубокий черный цвет. Также компания Sony заявляет о стопроцентном покрытии цветового пространства DCI-P3. Неполном охвате пространства BT-2020 в 10-битном цвете, но сам дисплей тут 8-битный. Дополнительные 2 бита при помощи программного сглашивания достигается. Также стоит отметить, что смартфон оснащен флагманской однокристальной системой от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года и изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex-X2 на 3,0, три ядра Cortex-A710 на 2,5 и четыре ядра Cortex-A510 на 1,8 ГГц. Со звуком, как всегда, дела у компании Sony обстоят замечательно. Есть и редчайши на флагманах мини-джек с весьма достойным аудиотрактом, и Bluetooth 5.2 с поддержкой всех ключевых профилей, DCEE Ultimate, LDAC, APTX, APTX HD, и стерефонические динамики с приличным уровнем громкости и направлением в сторону слушателя. Конечно же, Sony Xperia 5 Mark IV поддерживает объемный звук и аудио Hi-Res. Смартфон соответствует степени защиты IP68. Данный стандарт защиты включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты IP68 можно использовать на глубине до полутора метров, до 30 минут, не опасаясь за его целостность. Смартфон Sony Xperia Mark IV получил три модуля основной камеры, и все они 12-мегапиксельные. Правда, объективы разные, с диафрагмой f1.7, f2.5 и f2.3. Это, соответственно, широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъектив. Стандартный набор, ну, скажем прямо, можно сказать. Фронтальная камера, тут нет никаких сюрпризов, тоже 12-мегапиксельная. То есть все датчики будут похожими друг на друга. Оперативная память выступает на 8 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии. В режиме ожидания. Встроенная флеш-память выступает на 256 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи. А также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может, что интересно, информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть все продумано, на мой взгляд, все на высшем уровне. Также, что интересно, в коробке не будет не только зарядного устройства, но и кабеля для передачи данных. То есть вообще ничего нет. Только сам смартфон. Ну и макулатура. Как заявляет официальный представитель, это сделано из соображений энергосбережения, сокращения выбросов и защиты окружающей среды. Вот так сейчас это называется. Устройство будет официально выпущено в октябре. Цена пока неизвестна, но она не будет маленькой. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Sony очень хорошо ведет себя сейчас. Почему? Потому что данная компания выпускает смартфоны-флагманы. Зачем идти в низшую, можно сказать, лигу или в среднюю, где там очень большая конкуренция. То есть там есть и компания Xiaomi, там есть и компания Realme, и OnePlus, и так далее. То есть множество компаний, с которыми очень сложно конкурировать. А вот в нише флагманов очень даже себя компания Sony чувствует хорошо, можно сказать. Во-первых, вы должны понимать, что это настоящий, можно сказать, смартфон, а вернее аудиоплеер. Потому что тут, конечно же, компания встроила все самое лучшее, что имеет на вооружении. То есть мы получили и всевозможные кодеки. Мы получили и улучшение аудио-выхода, и 3,5-мм джек. То есть все на высшем уровне. Это очень важно, потому что сейчас, на данный момент, таких смартфонов нет на рынке. Вот вообще нет. Во-вторых, мы получили достаточно неплохой процессор. Да, вы должны понимать, что тут не стоит процессор плюс, то есть Snapdragon 8 Plus Gen 1. Но все же 8 Gen 1 это достаточно неплохой процессор. Да, он нагревает ваш смартфон. Да, конечно же, троттлинг есть после некоторого количества времени. Но этот процессор один из самых мощных на данный момент. Конечно же, кто-то мне напишет в комментариях, что хотелось бы увидеть процессор от компании Domensity. Но как есть, как решила компания, увы, мы тут ничего сделать не сможем. В-третьих, что интересно, это, конечно же, 12-мегапиксельные основные сенсоры. То есть никаких вам тут 200-мегапиксельных сенсоров. Никаких вам тут 150-мегапиксельных сенсоров. И вы должны понимать, что это все маркетинговый ход, конечно же. Потому что если взять камеру на 12-мегапикселей, новую камеру, и взять на 200-мегапикселей, конечно же, такой существенной разницы вы не увидите, например, в 8 раз. Конечно же, нет. И вы тут должны понимать, что это все маркетинговые ходы. Вот такой смартфон получился у компании Sony. На мой взгляд, он получился очень и очень интересный. А покупать ли его, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.